Их снова 8, но теперь все иначе. На суд зрителей они представят не кавер-версии, а свои песни. Ограничили мы участников только темой для творчества. Петь будем о Туле, ведь финальный галоконцерт будет приурочен ко дню города. Как и в прошлый раз, мы запланировали опен-эйр. Просто 9 мая нам, как и вам, очень понравилось слушать тульские группы под открытым небом. Далеко не все участники проекта коренные тулики. Эвелина Вачаишвили, например, уроженка Ясногорска. Параллельно со съемками нашего проекта участвует в федеральном реалити «Новая звезда». Но несмотря на то, что столица манит к себе, об истоках юная певица не забывает. Первые впечатления от города Тулы. Помнишь свои, когда ты ехала? Первый раз я приехала в город Тула на конкурс. Это был мой первый самый конкурс. Я помню, я очень волновалась, переживала. Но мне понравился сам город. Первое, что я увидела, это был тульский Кремль. С крыши Кремлевской прыгает солнечным зайчикам. Счастье веснушками твой украшая нос. Знаешь, весной в пупе пустили трамвайчики. Давай покатаемся, внизу посмотрим на мост. Среди участников две уже известные вам команды. Коллективы, набравшие наибольшее число голосов в итоговом зрительском голосовании. Пепельный свет и пламя дракона. Последние, как вы помните, наделали шуму в первом туре. Смело могу назвать их одной из самых неоднозначных команд проекта. Но тем интереснее. Край беспонтовый, поэтому мы стоим по центру. Вообще у меня фобия высоты. Высота – стрёмное дело. Как бы мы боимся, но приходится сниматься под дождем. Ничего не поделать. В этот раз география наша расширилась. Один из участников на съемке прилетит аж из Германии. Остальные – Дубна, Ясногорск, Ефремов, ну и родная Тула. Куда ж без нее? Все песни авторские и все про Тулу. И нет, это не попытки сразиться в том, кто похвалит ее больше всех. Писали, как чувствовали. Потому место нашлось и первой любви, и подворотням, и мостам над Упой, службе в армии, и даже небу. Правильно я понимаю, что полет в небе Тулы у тебя первый? Да, это точно. Полет в небе Тулы – это очень важно. Когда писал песню, так себе это представляет? Ну, на самом деле, я, наверное, писал, когда писал песню. Представлял себе не полет, в меньшей степени полет, а в большей степени само небо, именно, наверное, с какой-то точки земли. Это все о новом, но неизменно остается только то, что на начальном этапе главными судьями остаются наши зрители. Участники снова вступят в творческие дуэли. В каждом раунде вам предстоит выбрать финалиста. Только потом за дело возьмется жюри. Субтитры создавал DimaTorzok